Всем привет! Сегодня с вами я, таролог и парапсихолог Анастасия Велесова. Мне задали интересный вопрос в комментариях. Вы, кстати, тоже можете его спокойненько задать в комментариях. И если он мне понравится, я сниму на этот вопрос ролик. Вопрос, значит, следующий. А вот как различить, действительно ли снятся, например, ушедшие в мир иной, либо это просто наше подсознание, память, части мозга, отвечающие за такие образы, приходящие во снах. Также и про клиническую смерть. Говорят кто-то, что уверен, что видели другие миры, а кто-то доказывает, что это просто определенные части мозга подключаются, отвечающие за память, воображение. Как бы хотелось, чтобы все это было яснее как-то, все взаимосвязи с другими мирами. И я расширю этот вопрос, как же нам понять, на самом деле мы видим какую-то сущность, либо это уже психоз и пора идти к психиатру. Вот на эти два вопроса я отвечу. И досмотрите, пожалуйста, мой ролик до конца. В конце ролика я для всех моих подписчиков сделаю, так сказать, при помощи золотых карт Таро совет от высших сил. Погнали. Так вот, ну начнем, наверное, с опроса подписчицы. В мир иной. Ну, мое мнение, тут, понимаете, научно ничего не доказано, поэтому утверждать мы, к сожалению, это не можем. Поэтому я скажу свое мнение, что мертвые просто так не снятся. Вот из всех моих практик, всех моих опросов, всех моих клиентов, если снятся покойники, они снятся к двум вещам. Либо они вас предупреждают о чем-то плохом, либо как бы о чем-то хорошем. Вот так вот. Поэтому вот такие дела. Мертвые просто так, я, мое мнение, если как подходить с точки зрения мистицизма, просто так не снятся. С научной точки зрения, если смотреть психологию, там психиатрию, не знаю, как еще там связывают сны, то, ну, конечно, это будет всячески объяснять, что это как-то наш мозг, там это все это рисует, но все, тем не менее, это тоже просто на уровне рассуждения и теории. На самом деле все это не доказано, поэтому точно так вот сказать не могу. Но говорю, что из опрошенных людей, из моих клиентов, никто никогда не говорил, что просто так перемене погоди. Говорят, покойники снятся перемене погоди. Ну, не снятся они перемене погоди. Ну, не снятся. Чаще всего еще бывает такой вариант, может быть, что если вот вы говорите, вот, ни с того ни с сего он взял и приснился. Вот кто-то умер, я про него не думала, не вспоминала, он взял и приснился. Я думаю, что еще в таких случаях покойники могут присниться, когда хотят, чтобы их вспомнили, потому что человеческая душа живет до тех пор, пока ее помнят. Вот вы уже под него подзабыли, вот он, как бы, говорится, и напоминает о себе. То, что касается клинической смерти, тут тоже, я считаю, никакой-то неоднозначной теории нет. Тут, как бы, кто во что верит, да, говорится, по вере нам дано. Поэтому тут никак не разберешься, никак не докажешь. То есть, ну, даже, допустим, если бы лично я попала в клиническую, ну, что-то у меня такое было. Я, скажем так, видела во время операции, как бы, себя, ну, как, ну, то есть, я была, как бы, сверху, видела, как это все делается, да. Ну, никаких других миров я не видела, кроме, вот, врачей-хирургов над собой, да, поэтому не знаю, не знаю. Тут ничего тоже невозможно никак утвердить. Это кому что нравится, как кому верится. И переходим ко второй части нашего видео, как понять, видите, вы действительно какую-то сущность, какого-то демона, либо вы зашли в психоз. Ну, начнем с психоза, потому что, как понять, что у нас психоз? Если вы употребляли длительное время какие-то психоактивные вещества, это раз. Долгое употребление алкоголя, это два. И третье, очень сильные стрессы, это три. Первая симптоматика у нас, это снижен волевой мотивационный аспект, да. То есть, у нас снижается воля, мотивация, человек ничего не хочет, он закрывается в своей комнате, комнате, и погружается вот этот свой мир. Потом, также может быть какой-то начаться бред. Если вам начинает казаться, что за вами слезят, из розеток подглядывают, из, там, телефона, там, какой-то голос вещает, да. Чаще всего начинается все с голосов. Вот у меня была такая клиентка, которая мне, ну, часто мне гадала, но она все говорит, меня соседи обсуждают. Я, знаете, ну, не обращала сразу это внимание, но соседи могут реально там обсуждать кого-то, да. Она говорит, и я все, говорит, постоянно слышу, как они меня обсуждают за стенкой. Я думаю, ну, дома панельные, всякое бывает. А потом она мне как-то говорит, я сейчас в Токио, она была программистка, я сейчас в Токио сижу на, там, на 46-м этаже и слышу, как внизу меня обсуждают мои соседи. Я тогда говорю, да уже, боже мой, матка-боска, вам уже надо к психиатру. Я говорю, срочно, срочно, пока она, ну, хвала богам, восприняла мои слова серьезно. Говорит, а почему же ты мне сразу не сказал? Ну, а как я могла подумать, что, ну, обсуждать, одно дело обсуждать о соседе за стенкой, да, ты это слышишь, а другое дело уже ты, как-то это уже понятно, да. Вот, чаще всего начинается со слуховых галлюцинаций. И вот, и вот это все тянется историю очень долго. Если в течение дня вам прилетают инопланетяне какие-то, что-то рассказывают, говорят, мы приехали, ты избранный, мы сейчас себе вживим чип, и вот это такое-такое, это уже у вас психоз. Тут я, конечно, не могу однозначно ставить диагнозы, но вот примерная симптоматика, она вот такая. Если же у вас не было никаких стрессов, никаких этих, вы знаете, ни депрессий, ни все у вас было гладко-сладко, все прекрасно, никаких депрессивных состояний, и вдруг вы что-то такое увидели на мгновение, то, ну, тогда, я думаю, что можно говорить о том, что это действительно что-то было потустороннее. Вот. В остальных случаях, когда вы это видите постоянно, постоянно, и все это как навязчивые мысли, и есть еще, к тому же, никто, кроме вас, этого не видит. Вот, кстати, еще можно говорить о потусторонних вещах, если вы несколько человек это одновременно видели. Вот тогда это не галлюцинация. Хотя тоже говорят, что есть массовый гипноз, массовый психоз. Ну, я, по крайней мере, не готова это утверждать, потому что, думаю, если разные люди с разным психологическим состоянием видят одно и то же, как бы, особенно, допустим, мужчины и женщины, абсолютно, как бы, адекватные, ничего не употребляющие. И вот, если вам говорят, что вот, покури, там, айвазку, говняску, там, употреби, и ты погрузишься в мир фантазии, там, потусторонние, это тоже все будет приравниваться к галлюцинациям и бреду. Поэтому, запомните, никакие грибочки, никакие дополнительные вещества вам в проход потусторонние миры не обеспечат, не обеспечат. Все это сразу бред, галлюцинация, разрушение мозга и так далее. Так что мы, я крайне не рекомендую, таким образом, как-то пытаться увидеть другие миры. Вот. Самый простой способ, конечно же, это попасть в астрал и посмотреть мое видео «Осознанный сон». Вот, почитать Кастаньеда, Михаила Радугу, и вот тогда вы радостно можете видеть эти самые миры и общаться, общаться там, с кем хотите. Все остальное, как бы, и то, все это нужно сделать аккуратно. Все, что вы делаете такое, скажем, со своим мозгом, какие-то практики, все это надо делать очень аккуратно, дозированно и не впадать, так сказать, в фанатизм. Вот, ну, пожалуй, я, наверное, рассказала больше во всем. А теперь я сделаю для вас, для моих подписчиков, любимых, совет от высших сил. Ну, и что же нам скажут карты Таро? Карты Таро... Ой, божечки, что ж они нам такое тут говорят? Так. Итак. Карта Таро дает нам такой совет. Вот, четыре кубков говорит о том, что нам необходимо сейчас пожить одним днем свое удовольствие. Оставить все свои проблемы, заботы и порадоваться жизни, потому что жизнь наша не такая длинная, как нам хотелось, и максимально пожить свое удовольствие. Дальше вторая карта, которую нам что-то советуют, это королева. Это, вернее, это императрица. Она говорит, что нужно всячески сейчас пожить тоже в удовольствие. Могут быть какие-то вам интересные предложения, заманчивые, авантюрные, не отказываться. Для девушек может быть даже предложение руки и сердца, поэтому нужно соглашаться на всякие авантюры и ничего не бояться, как говорится, говорить всегда. Да. И у нас еще последняя карта Король Чаш, совет, так сказать, от высших сил. Эта карта тоже на той же волне, да, это повеселиться, погуляться, провести время. С друзьями у нас лето, поэтому, друзья, радуемся, наслаждаемся, живем в ближайшее время, так сказать, одним днем, как в фильме всегда говорит, да. А я вас целую, обнимаю, всегда ваша Анастасия Елисова. Пока.